Приветствую вас на канале правильный выбор, в этом видео я расскажу вам о лучших смартфонах стоимостью до 20 тысяч рублей. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются хорошим спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как обычно, в описании мы оставили ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! На штоп я хочу начать с модели Xiaomi Redmi Note 11 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, которую можно расширить путем установки дополнительной карты памяти формата microSDXC. Этот смартфон может похвастаться AMOLED-дисплеем с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3. Корпус устройства получил защиту от пыли и брызг стандарта IP53. За его производительность отвечает процессор Snapdragon 680, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 610. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. В дополнение к ней идут ультраширокоугольный модуль с 8 мегапикселями, макромодуль с двумя и датчик глубины тоже с двумя мегапикселями. Фронтальная камера имеет на своем борту 13 мегапикселей. Девайс получил оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 11. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую производительность, эргономичный дизайн, яркий дисплей, шуструю зарядку, разумную стоимость и высокое качество сборки в целом. При этом в минусы владельцы иногда записывают основную камеру. В остальном же про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Правильный Выбор и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Samsung Galaxy A23 с 6 гигабайтами оперативной, 128 гигабайтами постоянной памяти, которую можно увеличить за счет установки дополнительной карты памяти формата microSDXC. Этот смартфон может похвастаться PLS-дисплеем с диагональю 6,6 дюймов, разрешением 2408 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Его производительность обеспечивается процессором Snapdragon 680, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 610. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняют ультраширокоугольный модуль с 5 мегапикселями, макромодуль с двумя и датчик глубины тоже с двумя мегапикселями. Фронтальная камера получила 8 мегапикселей. Девайс работает с интерфейсом One UI 5 на базе операционной системы Android 12. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 25 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобную оболочку, симпатичный дизайн, хорошую производительность, неплохой звук, разумную стоимость, добротный экран и высокое качество сборки в целом. При этом про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. А что вы думаете об этом смартфоне? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий смартфон, о котором я хочу вам рассказать, носит название Realme 9 4G. Речь пойдет о версии с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти, которую можно расширить с помощью установки дополнительной карты памяти формата microSDXC. Эта модель получила дисплей Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. За ее производительность отвечает процессор Snapdragon 680, а в качестве графического ускорителя выступает Adreno 610. Основная камера может снимать с разрешением 108 мегапикселей. В дополнение к ней идут ультраширокоугольный модуль с 8 мегапикселями и макромодуль с двумя. Фронтальная камера имеет на своем борту 16 мегапикселей. Девайс получил оболочку Realme UI 3.0 на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую производительность, приличную автономность, добротный дисплей, неплохой звук, симпатичный внешний вид и эргономичность. При этом про какие-то по-настоящему существенные минусы говорить не приходится. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Xiaomi Redmi Note 11S с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Этот смартфон обзавелся AMOLED-экраном с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3. Корпус получил защиту от пыли и брызг стандарта IP53. Производительность данного устройства обеспечивает процессор Helio G96, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G57MC2. Основная камера может снимать с разрешением 108 мегапикселей. Ее дополняют ультраширокоугольный модуль с 8 мегапикселями, макромодуль с двумя и датчик глубины тоже с двумя мегапикселями. Фронтальная камера получила 16 мегапикселей. Девайс работает с интерфейсом MIUI 13 на базе операционной системы Android 11. Емкость батареи составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую производительность, добротный экран, неплохую основную камеру, быструю зарядку, возможность установки двух сим-карт вместе с картой памяти и разумную стоимость. При этом иногда встречаются отзывы, где владельцы наоборот ругают основную камеру и звук. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Vivo V25e с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Этот смартфон получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,44 дюйма, разрешением 2404 на 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Корпус устройства имеет защиту от пыли и воды стандарта IP54. За его производительность отвечает процессор Helio G99, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G57MC2. Основная камера может снимать с разрешением 64 мегапикселя. В дополнение к ней идут макромодуль с 2 мегапикселями и датчик глубины тоже с 2 мегапикселями. Фронтальная камера имеет на своем борту 32 мегапикселя. Девайс получил оболочку Funtouch OS 12 на базе операционной системы Android 12. Емкость батареи составляет 4500 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 44 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают эргономичность, хорошую производительность, приличную автономность, неплохую основную камеру, шуструю зарядку, симпатичный внешний вид и разумную стоимость. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Предпоследний смартфон, о котором я хочу вам рассказать, называется Samsung Galaxy A13. Речь пойдет о версии с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Эта модель получила экран PLS с диагональю 6,6 дюймов, разрешением 2408 на 1080 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5. Производительность здесь обеспечивается процессором Exynos 850, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G52. Основная камера может снимать с разрешением 50 мегапикселей. Ее дополняет ультраширокоугольный модуль с 5 мегапикселями, макромодуль с двумя и датчик глубины тоже с двумя мегапикселями. Фронтальная камера получила 8 мегапикселей. Девайс работает с интерфейсом One UI 5 на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 15 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошую производительность, большой яркий экран, симпатичный дизайн, приличную автономность, неплохую основную камеру и высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то по-настоящему ощутимые минусы говорить не приходится. А завершает наш ТОП 7 лучших смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей модель Xiaomi Poco M5s с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. Данный смартфон может похвастаться AMOLED-дисплеем с диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2400 на 1080 пикселей и защитным покрытием Corning Gorilla Glass 3. Корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг стандарта IP53. За его производительность отвечает процессор Helio G95, а в качестве графического ускорителя выступает Mali-G76 MC4. Основная камера может снимать с разрешением 64 мегапикселя. В дополнение к ней идут ультраширокоугольный модуль с 8 мегапикселями, макромодуль с двумя и датчик глубины тоже с двумя мегапикселями. Фронтальная камера имеет на своем борту 13 мегапикселей. Девайс получил оболочку MIUI 13 для Poco на базе операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Доступна быстрая зарядка мощностью 33 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, приличную автономность, неплохую основную камеру, быструю зарядку, хорошую производительность, яркий дисплей и весьма привлекательную стоимость. При этом про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все смартфоны, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!